здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала всех вас приветствую всех вас рад видеть сегодня будем делать нерестовики для тернеции и сажать тернешку на нерест они уже готовы что для этого нам нужно нам нужна вот такая вот баклажка тут 3 литра и вот такая вот сеточка ну и ножницы и канцелярский нож ну приступим делать ну вот друзья отрезал я горловину потом еще с нее отрезал вот такой кусочек и ну она вот так вот стоит да вот вот так было вот отрезал сперва это потом вот этот кусочек чтобы ее так переворачиваем обратной стороной она залазит туда это короче бюджетный вариант нерестовика то есть из подручных материалов ведь она спокойно залазит туда теперь нам нужно установить сетку сейчас покажу как нужно установить сетку вот отрезал вот такой кусочек ткани сеточки это простая ткань она дешевая можете купить в любом ткани в магазине ну и этот найдется везде бесплатно да поэтому я и говорю бюджетный вариант теперь сделаем сейчас три дырочки тут тут и с этой стороны и вот эту ткань натянем вот такими проволоками через дырочки сейчас я вам покажу ну вот сделал три дырочки ведь можно и четвертую сделать но я не стал просто время и установил вот так закрепим сеточку теперь установим его сюда в эту баклажку вот установили вовнутрь выглядит это так нам красота не нужна главное что было эффективно надежно и просто и дешево правда я не знает слишком маленьких трех литровая от не лестятся они тут нет как раз испытаем вот приготовил общее количество 4 штуки 3 уже залил 50 процентов дистиллированной воды 50 процентов отстойные как всегда сейчас залью сюда также ну и помещу тернешек выловили мы и самцов и самочек поместили тут одна красная самочка и и три самца 2 красных один желтый тут зеленая самочка и два зеленых самца и один красный тут желтая самочка два красных самца тут оранжевая самочка один красный самец другой оранжевый Ну, ждем от них нерестов Завтра будет видно Думаю Ну, тут где-то 15 сантиметров Даже, может, 20 столб воды Я им думаю, хватит для нереста Посмотрим Ну, еще раз говорю, это, во-первых, испытательный Во-вторых, это, ну, самый бюджетный вариант нерестовиков То есть, баклажки, даже если их купить, там, копейки, наверное, стоят Ну, у каждого остается, там, кто покупает воду Без дела остаются баклажки Вот из них можно сделать Ну, и, как я говорил, ткань вообще на копейки стоит вон-то от ткани Там погонный метр продается Ширину 2 метра, мне кажется Это я не ошибаюсь Извиняюсь Ну, и по Гурами Вчера их тоже, то есть, позавчера, когда сажал Тоже я, как бы, испытательный нерест был Как я и говорил, я не знал Они отнерестятся в такой В таком маленьком нерестовике или нет Я раньше, вот, разводил их весной В таком 30-40 литровом аквариуме А тут всего 6 литров воды А так аквариум 7 литров И одна пара у меня отнерестилась Вчера они построили гнездо И сегодня отнерестились Это пара Построила гнездо, но, видите, еще не полностью Но, думаю, завтра отнерестятся Но эта пара вообще молчит Сейчас я вам покажу, сколько икры тут Сейчас возьму тот фонарик Подождите минуту Сам еще не смотрел даже Вот, честно скажу Вот, вместе с вами посмотрю Так, сколько тут икры Посмотрим Ну, икры нормально вроде В этой всей пене она Есть Тут еще чуть-чуть на пенопласт вылезло Не знаю, как вылезло Но еще на поверхности лежит, видите Ну, чуть-чуть Основная масса тут Сейчас попробуем снизу Посмотреть Вот, то, что желтая, это икра Пузырьки сами белые А желтая, это икра Ну, нормально Теперь мне нужно еще искать производ Либо самцов, либо самочек Потому что Это моего производства Гурами Здесь братья, сестры Мне нужно кровь смешать им Ну, посмотрим Ждем еще от этих двух пар Нерестов Один есть Думаю, все нормально будет Ну, и по анциструсам Все нормально Все живут Потер нету Сегодня Самочка красной коброй Принесла мне Малька Около 13 штук Вот, я их поместил вместе С геофагусом И гусвеней Вот, если вам видно Потом поместил сюда анциструса Думаю, уже пора Чтобы он подъедал тут За ними За мальками Геофагус Смени Очень хорошо себя чувствует Видите, кузатые все Питание нормальное Растут Вот одна потеря была Вот она Геофагуса Не берет Ну, короче, она чем-то покрылась Ну, и по Дафнии Которые Метод Мади Все-таки он хорошо Работает Здесь Дафнии очень много Каждый день Вылавливаю И кормлю Вот эти Геофагус Смени Мальков Видите Сейчас им еще дам Дрожжей Короче Его метод Каждый день По чуть-чуть Подмены И каждый день По чуть-чуть Дрожжей Добавляю И вот так Каждый день Подмена Дрожжей Подмена Дрожжей И Очень много И они, видите, красного цвета Там у меня У себя Где я не добавляю Дрожжей Тоже есть И тоже много Блин, тут этот Стробит Но этот Не красного цвета Ну и по Малькам Дани Выросли Тоже Растут Видите Уже Разница Какая Уже Цвет Ярче Тут и синие И зеленые Хотя у меня Зеленые Одна самочка И Два самца Было Но синих Вообще Не было Тут есть и синие Но у них Есть в крови Синие Поэтому и выходят Синие Маки Ну и Рио-Нанай Видите Как подросли Уж Поедает Дафнию Ну и Сделал Подмены Вчера Рио-Нанай Вот этой паре Установил Грелку И Он Мадис Сделал Такую Пластину Установили Теперь Ждем Нерестые От них В этой Видите Яйцекла Тоже Потихоньку У самочки Появляется Опять Я когда Брал У нее Прям Выпирал Яйцекла И После Переезда Походу Она Стрессанула И У нее Пропал Яйцекла Но Она Видите Пузатая Циклой Я еще Не кормил Только Начну Сейчас Кормить Ну тут Температура Была 26 Сейчас Хотим На 28 Поднять Поставили Грелку Ну посмотрим Может И они Не отнерестятся Обрадуют Меня Ну и Через 4 дня 4 дня Или 5 дней Посажу Опять Данюшку На Нерест Потому что Мне Пришел Большой Заказ На Данию И На Цернеции И Вот Нужно Их Опять Поставить На Постоянный Нерест Цикл Сделать Им Каждые Две Недели Чтоб Нерестить Ну а Меченосцы Видите Как Подросли Уже Больше Трех Сантиметров Здесь Есть И Флаговые Я Не знаю У меня И Среди Производа Нету Флаговую Но Тут Есть Два Самца Я Видел У них Прям Спинной Плавник Вот он Вот он Видите Один Видите Какой Спинной Плавник И Еще Второй Есть Точно Такой Просто В такой Куче Трудно Заметить Я Просто В обед Когда Кормлю Я Наблюдаю И Вот Тогда Видно Еще Есть Второй Сейчас Да Навряд ли Найдем Ну Короче Всего Две Штуки Таких Ну По Рубинам Пока Ничего Не Метают Мои Ангелы Монакапуру Чувствуют себя Отлично Ждут Еды Вообще Вообще Они Какие Очень Умные Рыбки Когда Я Прихожу Они Меня Как Б Встречают Все Собираются Вот В этом Углу И Встречают Знают По Времени Когда Я Уже Буду Кормить Собираются У Кормушки Котел У них Варят Короче Одним Словом Никак У этих Даню Ну И По Фильтрам Вот Мы Сделали Так Еще Дырочки Нужно Будет Сделать Просто Вот Мы Наклеили Потом С той Стороны И С этой Сторон Наклеили Но Все Равно Тут Прогибалось И Вот Приклеили Соорудили Такую Штуку И Она Уже Не Прогибаясь Ни туда Ни сюда Сегодня Сделали Завтра Полностью Зальем Воды Во все Посмотрим И мне В комментариях Писали Зря Мол На Супер Клей И Герметик Сажал Нужно Было На Эйбоксидку Потом Я Посмотрел Почитал Действительно Оказывается Нужно На Эйбоксидку Или Клей Специально Для Пластмасс Ну Мы Купили Клей Для Пластмасс Клей Момент Так Куда же Я поставлю А вот Он Говорят Он тоже Держит Вот Тут Сзади Написано Видите Для ПВХ Полистирол Оргстекла И Других Пластиковых Предметов И Не стали Его Разбирать Ну Уже Наклеили На Герметике Суперклей А просто Купили Вот такие Уголки И Уголки Вот Посередине Клея И По двум Краям Клей Запустили И Приклеили Ну Будут Держать Думаю Здесь То Всего Сколько 10 литров Наверное Будет Максимум Ну И То Она Не Будет Таж Полный Сверху Будет Литься Отсюда Будет Вытекать Вот С этой Дырки Вниз Оттуда Будет Снизу Забор Здесь Будет Трубка Или Шланг С Дырочками Здесь Будет Губки Снизу Биозагрузка И Сверху Будет Как Водопад Стекать На Эти Губки Потом Через Биозагрузку Снизу Вот Видите Тучель Отсюда Будет Проходить И Стекать Через Дырочку А это Вот Некоторые В прошлый раз Не поняли Видите На сантиметр Ниже Вот эта стенка Чем Вот эта Это Аварийный Слив Если что Вдруг Если Забьется Губка Чтоб Сзади Назад Аквариума Не стекала А стекала Вперед В Аквариум Вода Поэтому Сделали Тут Ниже А то Некоторые Подумали Что тут Будет Водопад Типа И это Не выдержит Здесь По любому Вода Не будет Полной Поэтому Сильного Давления Тут Не будет Здесь Максимум Будет Наверное 3 сантиметра Воды И все Ну Завтра Зальем И проверим Вот мы Все Закончили Если Выдержит Всю Воду Полную Ну Начнем Сверлить Вот эти Дырочки И все И отвезем В зоомагазин Вместе С аквариумами Хотя Там Осталось Пару Аквариумов Доделать Вон тот Который Боком Стоит И вот Нижний Ну Посмотрим Ну Вроде Ничего Не забыл На этом На сегодня Все Друзья Желаю Всем Успехов Крепкого Здоровья Не болейте Ждите Новых Видео Буду Стараться Делиться С вами Почаще Своей Работой Продвижение Продвижением Магазина Ну До встречи Всем